Привет-привет, ребята! I speak Russian in my videos, but you can turn in Russian or English subtitles. Сегодня будет очень откровенный, честный и открытый разговор. Я получила от вас много сообщений о том, что вам нравятся разговорные видео, когда я делюсь своим опытом, рассказываю разные истории. И сегодня я хочу с вами просто поговорить как со своими студентами, друзьями, единомышленниками, можно так сказать. Сегодня я хочу рассказать вам о том, какой период в своей жизни я сейчас прохожу, как меняется моя жизнь и чему меня научил переезд в другую страну и жизнь в другой стране. Это был тот еще урок. Прежде чем мы начнем наш откровенный и честный разговор, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ со словами и фразами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. После того, как вы заполните форму, вы будете автоматически получать бесплатный PDF к видео. А мы начинаем. Давайте начнем с небольшой предыстории. Я знаю, что это видео могут смотреть новые люди, новые студенты, единомышленники. Уже четыре года я живу в Финляндии. До переезда в Финляндию я жила в Москве. Москва мой дом, а сейчас у меня появился второй дом, это Финляндия. Но переехала я туда очень неожиданно и спонтанно. Я очень люблю Финляндию, но на тот момент переезд в Финляндию стал для меня настоящим шоком. Сейчас расскажу обо всем поподробнее. А вы пока можете приготовить себе ароматный кофе или горячий чай. Завернуться в уютный плед, если сейчас у вас уже прохладно, так как осень. И начинаем нашу беседу. Я переехала в Финляндию очень неожиданно. Четыре года назад, даже чуть больше, я прилетела в Финляндию к моему мужу, чтобы мы поехали в Барселону. Мы полетели в Барселону, и на второй день пребывания в Барселоне мы сидели в уютном кафе, пили ароматный кофе, наслаждались моментом, как вдруг проздался звонок. Моему мужу позвонил начальник и сказал, что нам срочно нужно уезжать из Барселоны, потому что на следующий день власти страны должны были закрыть Барселону и вообще закрыть Испанию для туристов. Мы были в шоке, потому что мы планировали посетить храм святого семейства. Я... Такая небольшая предыстория. Я была в Барселоне до этого два раза и всегда хотела посетить храм святого семейства, но я не знаю, почему мне не удавалось это сделать. То храм был на ремонте, то он был закрыт. На ремонте я имею в виду на реставрации. И я была уверена, что в этот третий раз я точно побываю в храме святого семейства. Но у судьбы были другие планы. И у Барселоны, у властей Барселоны тоже. Но мы не унывали и решили все же исполнить мою мечту. Мы приехали в храм святого семейства и уже планировали посетить его, зайти внутрь. Но не тут-то было. Храм был закрыт. Представляете, я три раза была в Барселоне и три раза не смогла посетить храм святого семейства. Но я не сдаюсь. Я надеюсь, что в будущем мне удастся это сделать. Значит, четвертому разу быть. Значит, я полечу в Барселону в четвертый раз. Когда мы прилетели в Финляндию, нас ждали сюрпризы. Это было самое начало пандемии. Мы должны были оставаться в квартире в течение двух недель. Нам нельзя было общаться с друзьями и родственниками. И гулять тоже было нельзя. Конечно, это был огромнейший стресс. Но самая большая проблема заключалась в том, что я не могла выехать из страны. Я не могла вернуться в Россию, потому что все границы были закрыты. Представляете, я приехала в Финляндию с маленьким чемоданом. И я планировала вернуться в Россию, чтобы забрать свой вид на жительство из посольства Финляндии в России, чтобы я могла легально жить в Финляндии. У меня была туристическая виза, и я могла находиться в Финляндии в течение трех месяцев. Но для меня это было очень стрессово, потому что что я должна была делать спустя три месяца, если у меня не было вида на жительство, и моя виза заканчивалась? Это был настоящий стресс. Я позвонила в посольство Финляндии в России, и я им безмерно благодарна, очень благодарна, потому что они мне правда помогли. Они подготовили мой вид на жительство буквально за один день. Он был уже готов, я так поняла, но они разрешили моей маме забрать мой вид на жительство. Я написала заявление, доверенность о том, что я доверяю мои документы моей маме, и она забрала их из посольства и прислала мне по почте. Представляете? DHL, спасибо тебе, потому что DHL выручил меня и помог мне не остаться в стране без документов. Новость о закрытии границ стала для меня настоящим шоком и полной неожиданностью. Просто как снег на голову. Как снег на голову. С этого момента началась новая глава моей жизни под названием стресс и страх неизвестности. Многие общественные места были закрыты, а найти новых друзей стало настоящим квестом и задачей со звездочкой. Квест и задача со звездочкой. Это значит очень трудная задача. Шло время, а я находилась в постоянном стрессе. Эйфория от нового места прошла, и я столкнулась с реальностью, которая не очень-то меня порадовала. Я не владела финским языком. У меня не было друзей. А самое страшное, я не могла увидеть своих родных. Весь этот стресс повлиял на моё здоровье. Я заедала стресс сладким, мороженым и высококалорийной едой, жирной едой. Я даже не заметила, как набрала плюс десять килограмм. Представляете? Плюс десять. Я никогда в жизни столько не весила. Сейчас я понимаю, как стресс убивает наш организм. Как мы неосознанно пытаемся заесть, найти радость в каких-то вкусных, сладких пирожных, в вкусном мороженом. Несмотря на всё это, я очень благодарна за этот опыт. Потому что я должна была это пройти и столкнуться с этими ситуациями, с которыми мне пришлось столкнуться. Стресс помог мне познакомиться с собой, прийти к себе, начать изучать себя, исследовать себя, свои желания, свои мечты. Я начала работать с нутрициологом и до сих пор с ним работаю. Сейчас я питаюсь по гарвардской системе питания. Если вам интересно, я обязательно могу снять для вас видео. Возможно, я смогу помочь кому-то из вас. Я начала худеть. И на данный момент я похудела уже на 7-8 килограмм. Мне кажется, это очень хороший результат. Я чувствую лёгкость. Я начала заниматься йогой, больше двигаться, находиться в постоянном движении. Я стараюсь выходить на прогулки днём и вечером. И тогда иногда у меня даже получается гулять три раза в день. С утра, например, 20-30 минут. Днём полчаса и вечером час. Таким образом, я гуляю примерно два часа в день. Иногда полтора часа. Я даже купила специальные часы, в которых есть шагомер. Шагомер измеряет, сколько шагов я прошла за день. Моя цель... У меня сейчас нет часов, но я смотрю на запястье. Это запястье. И пытаюсь рассчитать, посчитать, как много шагов я прошла сегодня. Моя цель — это 10 тысяч шагов в день. И я познакомилась с собой. Я поняла, чего я хочу от жизни. Я стала осознаннее. И если бы не та ситуация, я не знаю, пришла ли бы я к этому или нет. Сейчас я сплю достаточное количество часов. Правильно питаюсь, регулярно двигаюсь, занимаюсь своим ментальным и физическим здоровьем. Я медитирую, веду дневник благодарности, а также веду дневник рефлексии. Я записываю свои мысли, идеи, инсайты. Это потрясающая практика, когда вы разговариваете с собой и оставляете время на подумать, просто побыть в моменте и насладиться этой жизнью. Я не хочу бежать к своим целям, не замечая ничего вокруг. Я очень хочу жить эту жизнь по полной, наслаждаться этой жизнью по полной. Идти к своим целям, пусть медленнее, но замечая потрясающую красоту вокруг, встречаясь с друзьями, проводя время с родными. Это для меня очень важно. Мы любим говорить, тише едешь, дальше будешь. Это русская поговорка. Тише едешь, дальше будешь. Это значит, чем медленнее ты что-то делаешь, тем быстрее ты придешь к результату. И тем счастливее ты будешь себя чувствовать. Я хочу добиваться целей и радоваться своим результатам, а не быть измученной, измотанной и без энергии. Когда я направила свой фокус внимания на поиск возможностей, они начали появляться как грибы. Я нашла потрясающих друзей, подруг в Финляндии, из разных стран, из разных культур. И это невероятный опыт, за что я безмерно благодарна. Иногда, когда что-то, как нам кажется, негативное случается в нашей жизни, мы чувствуем себя несчастными и подавленными. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом, то можно заметить, что эта ситуация произошла не просто так. Она чему-то должна нас научить, она что-то должна нам дать. Важно задать себе вопрос, а чему эта ситуация может меня научить? Что эта ситуация может мне дать? Какую пользу эта ситуация может мне принести? И тогда трудная ситуация разворачивается совершенно в другую сторону. Помните, что мы растем через кризисы и трудности. Не будь трудных ситуаций, мы бы так и сидели на диване и ни к чему не стремились. А мы же этого не хотим, правда? Если кто-то из вас сейчас находится в трудной ситуации, я с вами. Помните, что даже после самых темных туч выходит яркое солнце. Я вас крепко обнимаю и желаю вам отличного дня. Если это видео понравилось вам, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новые полезные видео. Кроме того, я напоминаю вам о том, что вы можете получить бесплатный PDF-документ с новыми словами и фразами из сегодняшнего видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Заполняйте короткую форму и получайте прекрасный, бесплатный, полезный PDF. На сегодня это все, мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok